Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях в центральной городской библиотеке имени Юрия Николаевича Ревединского Виталий Серебанов, пчеловод. Он сегодня нам расскажет очень много интересного о пчелах и полезных продуктах, которые у нас пчелки производят. Да, вообще очень интересная тема пчелок. Виталий, вот перед тем, как вы начнете рассказать о пчелах, я хотел спросить несколько слов о вас, о себе. Расскажите, потому что заниматься пчелкой может не каждый. Я видел себя как большой энтузиаст такого пчеловодства. Вы можете часами рассказывать о пчелах. Как вы пришли к этому делу? Давайте я поправлю вас, потому что заниматься пчелами может каждый. Если нет каких-то аллергических противопоказаний, то каждый может заниматься в той или иной степени. Как заниматься, это уже второй вопрос. Либо это будет стоять один улик в углу сада, будут просто пчелки летать, либо это будет у вас пасека промышленная на 200-300 семей. Это совершенно разное пчеловодство. Как к этому пришел? Ну, тоже все началось достаточно случайно. Знакомый занялся пчелами. Я несколько лет за ним наблюдал, заинтересовался. А потом уже и сам заинтересовался этим предметом. И все, и закрутил. Я почему спрашиваю? Потому что, как правило, пчеловоды – это те, у которых родители, деды и прадеды занимались общим пчеловодством, это как-то передавалось по такой родственной линии. А вот так просто никто не занимается очень редко. Начинает от того несело пчеловодство. Потому что трудоемкий процесс. Ну, просто перед вами живой пример. Я никогда не думал, что стану пчеловодом. И для меня казалось, что кто такой пчеловод? Ну, это какой-то дедушка с бородой, живет в деревне, в души, в шляпе ходит где-то там, да, так не спеша передвигается. А я нет. Я вот бороды нет. Бегаю бегом быстро-быстро, ничего не успеваю. И при том, я насколько знаю, заниматься пчелами, многие из тех, которые у нас занимаются пчеловодой, они не имеют с этого ничего. Они с трудом покрывают свои расходы, которые они несут в течение года на этих пчелок. Несмотря на что ставить себе целью, что задачей. То есть, либо просто наблюдать за пчелами и заниматься этим ради эмоционального процесса, либо уже какое-то финансовое подспорье. Меня жена просто выгонит из дома, если это не будет принесить. Какого-то дохода. Хорошая жена. Молодая. Справедливая. Справедливая. В каком году произошло, когда вы начали заниматься пчелами? Теряется. Уже теряется. Вдали лет, ну, где-то 2016-й где-то там. То есть, где-то вот лет шесть, семь, наверное, я плотно занимаюсь этим процессом. Очень интересно. Вот почему спрашиваю? В свое время у меня родственники тоже хотели заниматься пчеловодой в советское время. Занимались несколько лет, потом как бы бросили. Ставили какие-то ловушки в лесах, улья прилетали. Потом у тебя будет там как-то с ними работать, лечить этих пчел, надо подкармливать. Достаточно трудоемкий процент. А вот как сегодня с чего начать заниматься пчеловодством? Можно ли это? Надо учить подчасти. Первое, что нужно делать, это надо вот открыть книгу и посмотреть, кто такие пчелы. То есть, из чего состоит семья, какие вы отлили пчелы. Ну, как-то немножечко в эту теоретическую базу вернуть. Это кажется скучным, неинтересным. Ну, вот да, давай, сейчас умничать. Книжки все читать будут. Нет, это необходимый шаг, без которого ничего не получится. А потом уже надо найти вот в своем окружении пчеловода, который, ну, будет вас за руку вести и показывать. Где вы можете просто прийти, руками пощупать, посмотреть, надо это вам или нет. А потом просто, ну, взять и заняться. То есть, взять семью, либо поставить ловушку, либо как-то завести их каким-то образом. Как у вас это дело началось пчелы? Потому что надо иметь, куда эти пчелы складывать, куда их зимник там и так далее, и так далее. Нет, это не обязательно при малых объемах. Я сделал сначала две ловушки, поставил их в лес, ездил, проверял. Каждые два дня. Потом радость превеликая, рой попался. Я привез его к себе в сад. Ну, и все из этого началось. Я потом взял улей. Можно улей самому сделать. Тут уже позаниматься, там, столяркой, плотницким каким-то мастерством. Можно гриб улей по сходной сцене какой-нибудь бурушной. Просто туда пчел пересадить, ну, и все смотреть, наблюдать за ними. Как они развиваются, как они живут, летают, что они кушают, параллельно в эти процессы вникая. Ну, это на самом деле интересно. Если это затянет, то уже выбраться не никак. Вообще, пчелы действительно, надо сказать, наши самые лучшие друзья среди насекомых. Можно так сказать? Друзья, поневоле. То есть сейчас у нас вся цивилизация завязана на растениях. То есть мы не можем жить без пищи, а большая часть пищи – это какие-то опыляемые вещи. А опыляются они именно пчелами. То есть мы не можем кушать сосны, например, которые сами перекрестным опылением размножаются. А мы едим там яблоки, картофель, морковку. А это все опыляется при помощи пчел. Без них мы просто погибнем. И не зря идет в последнее время такие тревожные сигналы, что пчелы гибнут, это плохо, надо спасать, надо помогать. Да, и будет серьезная проблема. То есть друзья, вынужденные друзья, надо ли их обнимать как собачек, кошечек? Наверное, нет. Естественно, появилось два улья потом. Как прошло у вас? Потом три, потом десять. Закрутилось по пьянке и не выберешься. Да, то есть появилось два улья. А что такое две семьи? Например, одна семья начинает себя как-то плохо вести, и ты не понимаешь, а что это такое? Нет статистической какой-то выборки. Третья семья появилась, ага, три семьи. А как они в саду, в принципе, им достаточно голодно, прошла весна, медоносов нет, надо выезжать в поля. Выезжаешь, ага, вот у нас доник, но с тремя ульями достаточно хлопотно выезжать, это нерентабельно. А я еще парочку заведу, еще парочка. А потом песню услышал, у меня есть пасека двенадцать новых ульев, думаю, двенадцать будет самое то вообще, да. А потом как-то пятнадцать, двадцать, до тридцати, ну а там дальше силы заканчиваются и время заканчивается. То есть где-то вот тридцать это такой для меня это предел, где-то вот от двадцати до тридцати, в принципе, это такой серьезный шусон, да, и для меня достаточно. Для кого, в принципе, и сто ульев не предел, ну, каждый выбирает для себя. Просто ради интереса, вот сколько одна семья, вот я всегда, когда был маленьким, мне казалось, что можно завести одну улью, а она прямо мед включаешь, краник, и он течет. В общем, такое было представление о меде. Вообще, сколько меда дает одна семья, какой мед, вот в нашей зоне? Ну, к самом деле, я хочу сказать, вообще проблема серьезная. Мед мы знаем как ценный продукт, но среди того, что продают на рынке, нормальный мед купить практически невозможно, если ты не знаешь поставщика. Как найти хороший мед, да? Подружиться с почеловодом. Да, да, да. Сколько дает одна семья? А много ли корова дает молока? Да мы молока не дали пока. То есть это чаще всего, если у вас там одна-две семьи, и у вас, ну, не так достаточно, вы мало посвящаете им времени, не увозите никуда, ну, может быть, будет у вас там. Литр-два. То есть это такие вот минимальные количества. Потому что пчелам нужна медоносная база, их нужно как-то ухаживать за ними, смотреть, расширять вовремя гнезда. Ну, там целая система, много работы. Максимальное количество, вот есть такой ученый Кашковский Виктор Кригорьевич, он где-то в Кемерово, где-то там, в тех краях обитает. По его данным, одна семья в день максимально приносила 35 килограмм меда. Это за один день. Ну, вот вам разбег, да, то есть вот вы литр можете собрать за весь сезон, либо 35 килограмм одна семья может принести за один день. Некоторые пчеловоды говорили, что их рекорд был 20 килограмм или 22 килограмма. Кто-то, кто-то, пчеловоды, однажды, рекорд в день. Вполне верю таким данным. Ну, примерно считается, что хорошая семья, прямо вот на таком, на хорошем месте, они приносят, ну, где-то 50 килограмм меда в сезон. Это прямо вот тот результат, к которому надо стремиться. Вполне себе достойный результат, и за него надо еще и попотеть. Скажите, вот почему один мед очень вкусный, а другой абсолютно невкусный? Значит, расскажу историю. В свое время у меня вот тоже родственники занимались медом, да. Вот накачивали в детстве вот этот, значит, бидон 39 литров полный меда металлический, да. Он был такой вкусный. Я помню, один его съел, этот бидон, за три месяца. Ну, нас как-то не ели. Мне он так понравился, и я его ел постоянно, постоянно, постоянно. Потом одно время начинал горчить, это значит, прекращал. Через три дня опять у меня нападало, такая, жор медовый, да. Я за три месяца съел почти 40 литров меда домика. По-моему, не скажешь. Ну, в общем-то так, это правда. Да, я вот кому говорю, не верю. Хороший мед можно съесть любой человек, его съесть просто банки. Плохой мед у меня есть, он стоит по пять лет, его фактически есть не хочется, да. Почему один мед хочется есть, а второй абсолютно нет? Ну, вопросы индивидуальных предпочтений. То есть, кому-то нравится липовый мед, не нравится гречишный, кому-то нравится, наоборот, гречишный, а все остальные, ну, так, как-то вот, не очень. Большое влияние оказывают и детские предпочтения. То есть, я вот раз как-то вот наткнулся на мед, такой пробовал, ааа, точно, как из детства. А его привозили из другой области, а там медоносы совершенно другие, чем у нас. Поэтому я такого меда у себя соврать не могу. Сказать, что у меня там плохой мед? Ну, нет. От чего зависит мед? От медоносов. То есть, если стоишь в одной местности, у тебя идет сбор. Вот сейчас, например, собирают с вербы, собирают с одуванчика, они одного вкуса. Если они полетели после этого в сады, там идут сливы, вишня, они уже другого вкуса. Если возьмешь рамку, например, в середине, может быть, мед один с одного медоноса, потом он закончился, а по краям они заливают другим. Поэтому мед, он, как любой натуральный продукт, он никогда не повторяется. Он каждый раз разный. Я согласен. Но почему-то тот мед, который берешь на рынке, он встанет. А мы видим, что люди просто паток и покажут пчел или сиропом. Пчелы перерабатывают и дают им мед. Здесь идет вопрос о фальсификации меда. Это достаточно такой тонкий момент. По какой цене вы брали мед? Хороший мед или плохой? Хороший. Хороший мед я брал в хорошей скидке липовый мед по 900 рублей. По 900 рублей. А я брал много. Я продаю его по 1200 рублей. Я считаю, что это достойная цена за хороший мед. Человек продавал дороже, он делал не индивидуальную скидку. То есть вы открыли военную тайну? Да. Я взял его много. Мы его взяли 20. Сколько стоит килограмм сахара? Килограмм сахара, ну сколько? Рублей 60 на мед. Пусть 100 рублей, 100 рублей килограмм сахара. В одном литре меда 1,4 килограмма. То есть вот 900 рублей за 1,4 килограмма или 1 килограмм за 100 рублей. То есть вот 8 раз 800 процентов прибыли. То есть это очень большое искушение для пчеловода. То есть, например, никуда можно не ездить, стоять спокойно. Вот в огороде там сиропчик из утра подлил. Ну вот мед. А потом выходишь на рынок, да, такой, эх, налетай, торопись. Пожалуйста. По дешевке. В ярмарке меда я вам, наверное, не открою секреты. Скажу, что ну там скорее всего такой мед и идет. Потому что за трехлитровую банку они берут на совершенно смешные денег. И при этом они еще организуют, они еще возят, рекламу дают. И все вот за такие вот небольшие деньги. Ну, поэтому, как купить правильный мед? Надо познакомиться с пчеловодом. Надо узнать, как он занимается, где он, что он. И тогда у вас будет источник хорошего меда. Узнаете, что ты купил или тебе уже дали что-то мед хорошее или плохое? Можно как-то карандашом там, химическим. Или как-то вот водички на лицо ты посмотреть, чтобы как люди про народную нудрость там говорят вот шестиградник. Значит, хороший мед, хороший. Как определить? Да, надо организовать у себя на кухне химическую лабораторию. Там колбы, торты, реактивы, микроскопы, лицевые зерна. К этому все. Ну, это сложно. То есть, во-первых, мы ориентируемся на свои ощущения. То есть, если ему нравится, ну, все, значит, значит, все в порядке. Да, возможно, там есть сахар. Ну, если вы его, ну, едите, вам нравится, не заборачивайтесь. Если вам по каким-то причинам не нравится, и он ведет себя как-то подозрительно, начинает вспениваться там или там что-то еще. Ну, лучше такой не есть. Как вариант, ну, на медовую его перевести. Вот тот мед, который у вас пять лет стоит, ну, я думаю, уже пора. Ну, да, да, да. А еще, знаете, вот как я лично для себя пытаюсь определить хороший ниток плохого, просто берешь ты когда-нибудь свежий, ложку чайную, как раз в банку и поднимаешь. Чем выше ты поднимаешь, образуется тоненькая-тоненькая строчка. И когда она вот текет и не рвется, на расстоянии так 50-60-70 сантиметров, то это, как правило, я считаю, мне так объясняли, хорошее ниток. И ниточка жизни не рвется. Да, все верно, но здесь вы определяете количество влаги в меде. То есть, чем он текучий, тем меньше в нем влаги. Как определяется зрелость меда? Пчелы, принося сироп вули, они, ну, сироп это, грубо говоря, вот такая, как, практически, как водичка. Ага. Если ты рамку с сиропом вот с этим стряхнул, с этим с нектаром, он просто вот выкапывает и жижа. То есть, это не мед. После этого они вули его перекладывают многократно, высушивают, то есть, из него влагу выпаривают, добавляют туда своих каких-то ферментов. И после вот таких многократных итераций, они мед доводят до готовности, то есть, они сами определяют количество влаги в нем и запечатывают. Если мед запечатанный, все, то он 100% готов. И опять-таки, великое искушение у пчелорода, поскольку не всегда хватает вот именно сотового запаса вули, откачать пораньше. Ну да, ну вот уже там практически запечатано, ну и все, откачали, все, соты свободные, пчелы дальше начали заносить нектар. Если ты мед держишь вули дольше, у тебя пчелы принесут меньше, соответственно, у тебя меда будет меньше, ну и вот все вот эти последствия. И когда мед не до конца готовый, не до конца высушенный, в нем содержится много воды. И он бродить начинает потом. Это следствие. И вот, я вот беру ниточку, он начинает так капельками, так капельками. Это значит, что в нем много воды. А когда тянется, значит он тянется? Когда тянется, значит он созревший, значит он достаточно высушенный и готовый. Это один из вариантов. Вообще, метод фальсификации меда, коли мы затронули эту тему, превеликое множество. Наши китайские собратья, они готовят мед, не привлекая пчелы. То есть, сахар, химикаты, какие-то загустители, ароматизаторы. И вот, пожалуйста, вам продукт, который очень похож на мед, но мед не является принципом. Как определить это? Ну, по-моему, банка трехлитровая, вместе с банкой зависит. Вы думаете, у них в химических лабораториях нет весов? По плотности, по содержанию воды, там все нормально. Да? Идер жеватель. Интересный момент. Вот едешь ты по трассе, как заезжаешь, проезжаешь в Урал, по Шкортостану пошел, там далее, и вот стоят эти пчеловоды, через каждый километр все меду. И что бы ты не попробовал, какой мед ты бы не попробовал, а названия разные, цветочный, липовый, но там еще какой-то, да? Во-первых, они все фактически одного цвета и одного вкуса. Пять-шесть наименований, вот что не попробуешь, абсолютно одного вкуса, одного цвета. А потом мне сказали, что это подсолнечник, самый дешевый мед. Из одной бочки. Да. И продают под разным этим наименованием. Это же хорошо для бизнеса. И цена немножко даже различается. Когда будет мед, то есть зацвел донник, мы выезжаем на поле донника, стоем вокруг донника, пока он зацвел, пару недель нам дают на нем постоять, потом его скосили, мы поехали дальше, поехали на Либу, поехали на другие поля. Это все хлопотно, тяжело и не даст соврать, Дмитрий, прямо-прямо сильно, спина болит, руки болят, все нормально. А когда ты стоишь на поле с подсолнечником, ну оно же вот бескрайнее, там подсолнечник только зацвел, который вот потом зацвел, потом еще, и можно стоять там, ну месяц, и у тебя что, он вот собирает, 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 собирает. Другое дело, что чем монофлёрнее культура будет, один подсолнечник, это хороший мент, качественный, но вот у него вкус, он получается однообразный. Да, да, да. И пчеловоды, стоя на нем, они собирают по объему много, но вкусовые качества страдают. Если ты переезжаешь с одного места на другое, то есть, например, приехали мы на донник, а кроме донника там есть еще эспарце, там есть еще какой-нибудь, иван-чай, там февер, там может быть мышиный горошек, там может быть тушица, чабрец, ну, превеликое множество вот этих культур, и они все несут в улей. И от одного, от донника, один запах, от второго медоноса, другой, третий, четвертый, пятый, и набирается вот такой букет. И когда у тебя там с десяти медоносов, или с одного медоноса, да, ну вкус разный, вкус совершенно разный. Я о чем и говорю, что мед надо пробовать, потому что он никогда не повторяется, вот даже из одного улья и из другого ты откачиваешь мед по очереди, и каждый раз вкус другой. Удивительно. Сам удивился, когда начал этим заниматься, то есть вот постепенно вот, попробовал здесь, попробовал там, попробовал здесь, ну и как-то начал думать, а вот вот это донник, а вот это липа, а вот это вот непонятно, что, надо разбираться. Кроме меда, что наши друзья пчелки еще надо? Хотя я хотел вас спросить. Киргар, да? Киргар, да? Киргар, да? Прополис. Прополис. Прополис пользуюсь, да? Потом сгруз еще у людей немножко... Заброс. Заброс, значит, жуют, да? Ну вот я пока закончился, ну еще у нас там, например, у нас у меня свечи, мозг, да, мозг используется существом. А еще маточное молоко, да? Да. Он используется все. Например, когда пчелы погибают, это называется подмором. То есть он используется в лечебных целях. Когда пчелы живут в сотах, и у них заводится, называется восковая моля, червячки такие, огневка. Это прекрасное лечебное средство, оно побеждает даже туберкулезом. То есть вот уже производные, да? Червячки поедают воск. Этих червячков перерабатывают, получается лекарство. Дальше. Продукт жизнедеятельности восковой моли. То есть то, что они съели, они потом переработали. И вот такие крупиночки, их используют для настоек. Очень ароматные получаются продукты. Да. И вот куда ни ткни пчелу, все полезно. То есть пчела принесла нектар, получили мед. Пчела принесла воск, получили воск. Принесла пыльцу, получилась пыльца. Заклеила на свои щели прополисом, человек использует прополис. Ну, все, там в дело идет все. Вопрос только в фантазии. А, например, трудовой гомогенат. Знаете, что такое? Ну, трудовик, который лентяй. Трудник, который, я сказал бы, не лентяй, а мужские особи пчелы. Они напрямую с ним участвуют в медосборе. Они непременный атрибут члены семьи, поэтому сказать, что без них можно, наверное, нельзя. Но, так как есть вредители, клещи, воро, они чаще всего в расходе, вот в этом, в трудовом, они свои новые поколения выращивают. И чтобы уменьшить количество этих клещей, то вот эти вот трудовые ячейки, их срезают. То есть, матка насеяла, они окуклились, получились леченьки. И вот этот трудовый засев, он получился в виде таких вот, ну, уже закрытых, запечатанных ячей, срезают их. А потом просто их выжимают. То есть, что получается? Такая вот белая жидкость, но она очень насыщена различными полезными веществами. Ее мешают пополам с медом, но и также применяют как витаминное поддерживающее средство. Ну, практически, вот медицина. То есть, расплод, да, расплод, вот он, пожалуйста, идет все в дело. Сколько членов семьи пчелка? Зависит от семьи. Бывает семья вот с кулачок, там может быть, не знаю, сколько пчел. Бывает семья большая. Если мы берем обычную рамку гнездовую, то на одной рамке где-то порядка двух тысяч пчел. На рамке? На одной рамке. А таких рамок может быть десять? У меня будет 12 рамок в одном корпусе. 12 рамок мы умножаем на 2000, 24 тысячи пчел. К медосбору я ставлю два корпуса, а то и три, а то и четыре. Вот вы умножаете. Сто тысяч. Слегко. В одной семье может жить сто тысяч пчел. При этом обслуживает одна матка. Все остальные пчелы от нее зависят и с ней в тесном контакте работают. Матка в день может откладывать до двух тысяч яиц. То есть вы можете понять как семья заменяется. И вообще интересный вопрос срок жизни пчелы. Как вы считаете сколько живет пчела? Я думаю трех месяцев до года. Я ошибся. Оптимистичная, очень оптимистичная. В момент медосбора пчела живет где-то 30-45 дней. Это от момента выхода из ячейки, вот она только вот проклюнулась, до момента ее смерти. При этом у нее первая неделя она считается не летной пчелой. То есть она занимается углевыми работами, она кормит расплод, она строит соты. И потом только спустя неделю она начинает вылетать. Это летняя пчела. Та пчела, которая идет в зиму, она выходит где-то в конце июля, где-то в августе. Мы считаем август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. То есть вот у нас получается 9 месяцев живет зимняя пчела. То есть у нее запаса жизненной энергии хватает на 9 месяцев. А летом она израбатывается за 35-45 дней. То есть вы можете представить, насколько у нее напряженная работа летом, что она... То есть фактически зимняя пчела уже мед не носит. Почему не носит? То есть сейчас вот они с ивы собирают и мед, и пыльцу они собирают, ну мед собирают, нектар приносят. Молодая пчела, у нее так называемое маточное молочко вырабатывается намного быстрее. На этом маточном молочке расклад выкармливается гораздо лучше. Ну как вот единственное, чем он кормит 3 дня расклад, первую вот личинку пока она еще маленькая есть не может, это маточное молочко. У старой пчелы маточного молочка вырабатывается ну практически совсем мало. Поэтому пока пчела не заменится, вот вся старая зимняя не отойдет, а новая на ее место не встанет, ну у улей развивается не сильно хорошо. А потом, когда вся пчела заменилась, то идет уже такой взрывной рост, они и кормят расплод лучше. Я вижу, что вы хотите сменить тему, дайте говорить сколько матки живут. Матки большие. Матки живут теоретически где-то лет 5-6 они могут жить. Но пчеловоды, суровые парни, они держат маток где-то 2 года. То есть первый год они и вывелись, второй год они продуктивно работают. Если матка показала себя очень хорошо, то ее оставляют на третий год. Ну а потом идет к ногтю. Такова жизнь. Когда пчела погибает, если это летом происходит, то она старается куда-то из ульи выползти и куда-то подальше улететь. То есть она старается облегчить жизнь своим сестрам, чтобы им не пришлось вот это все выносить из ульи. Когда пчела погибает зимой, то выхода из ульи практически нет и она падает на дно. Ну вот тут под ногу и забираем. Расскажите про маточное молочко. Вот продают то, что на ярмарках оно не настоящее вообще? Или может быть что-то там намешано из чего-то все? Давайте начнем с того, для чего используется маточное молочко. В косметических целях я знаю. Косметические цели это что? На умоложение кожи, на умоложение, на умоложение. Вы пробовали? Нет. Я не пробовал. Вы слышали? Я слышал. Я слышал. Просто один пчеловод как-то кому-то при мне отдавал, он говорит, вот это маточное молочко, как что-то налило сколько-то, говорит, вот для косметических целей. Давайте начнем с чего? Что такое маточное молочко? Это продукт, который вырабатывают пчелы для выкармливания, расплодов всего в первые три дня существования. То есть, когда яйцо разместила матка, через три дня из него получается личинка. Это такая козявочка, первоначально она миллиметра полтора в длину. За три дня она вырастает, наверное, раз в пять. То есть, маточное молочко достаточно энергосодержащая в себе жидкость. Но для того, чтобы вот этой корявочки маточного молочка хватило, ну вот его там на донышке ячейки. То есть, собрать от пчел, от обычных рабочих, его не представляется возможным. Откуда его собирают? От маток. То есть, когда выводят матку, то маточным молочком ее кормят от начала до запечатывания самой ячейки. И его набирается, то есть, сам маточник он где-то вот такой по размеру. Маточного молочка там вот столько. Вопрос. Сколько надо маточников обдавить, чтобы собрать хотя бы чайную ложку маточного молочка? Не знаю, наверное, о чайном молочке. Есть специальные такие, ну, фермы, не фермы, то есть, специальные пчеловоды, которые специализируются на вот именно маточном молочке. Они делают так, чтобы семья входила в роевое состояние, чтобы они вот эти маточники оттягивали, чтобы они их наполняли маточным молочком, и потом они оттуда вот дело выковыривают. Затем, когда вы достали, хорошо, вот вы собрали там 10-20 маточников, у вас там есть половина столовой ложки этого маточного молочка, его нужно, наверное, заморозить, потому что на воздухе, в тепле оно теряет свои свойства и быстро разлагается. Есть у вас на пасеке морозильник? Явно нету человека на пасеке морозильника. Я думаю, что явно нету. То есть, можно его смешать с медом, но это будет, ну, такой полумерно. Поэтому маточное молочко – это, наверное, хороший продукт. Я его пробовал, ел, ну, это достаточно такой терковатый какой-то, вот специфичный вкус. В обычной жизни его попробовать не удастся. Ну, приходите на пасеку, может быть, там попробовать. То есть, то, что продают вот на… А когда вот такой куботейнер стоит с медом, вот такой мед с маточным молочком, заходи. Ну, как-то я говорю, ну, наверное, сомнительно. При этом цена этого меда, она не сильно отличается от меда, который вот обычно стоит рядом дома. То есть, это не настоящий мед, там маточное молочко не участвовало? Я не проводил химического анализа вот этого, поэтому сказать, что это все вранье, ну, я не могу сказать. Может быть, есть какие-то энтузиасты, которые вот так все вмешивают и делают, и за цену они не сильно ломят. Ну, я сомневаюсь. Вы поняли, как это производится и откуда берется, и сколько это должно стоить. Ну, в общем, да. А что делать при ожалении пчел? Вот пчела вас ужалила. Первым делом, мы отключаем панику, мы куда-то пытаемся отойти вот от того места, где летают пчелы, причем не бежим сломя голову, а вполне себе спокойно. Ну, ужалила, все. Вторая, эта пчела вас уже не ужалит. Потом мы берем, аккуратно вот так вот пальцем сковыриваем вот это вот жало, потому что оно там с двумя железами, и это жало, если его оставить, оно постепенно будет заглубляться, и вот эти железы вам все полностью туда все вкачают. Если у вас нет цели там заняться апитерапией, а вы хотите уменьшить эффект, то убрали жало, его куда-то там, потому что оно липкое, куда-то вот надо его скрести, убрали. Следующее, прекрасно, если у вас есть какой-нибудь спирт, водка, виски, спиртосодержащие жидкости, причем лучше крепкое, сделали компресс, приложили просто там, не знаю, капнули, налили, потому что чем быстрее, тем лучше, и все, и ждете. Подождали минуты там две-три, алкоголь разрушает белок, из которого состоит вот этот яд. И прямо вот действие яда, оно кратно снижается. Если у вас там ближе куда-нибудь к глазу или в лицо ужалят, это прямо надо сделать непременно. Ну, если нет, ну что ж, только терпеть. У меня тогда пчела как-то ужалила в лоб, а мне надо было в деревню за хлебом выехать. Я тогда поехал, за своего сошел, со мною всю полу, правильно общались? Можно вопрос? У меня как-то оса уже, я наступила. Ага. И мне посоветовали, вот знаете, бать жижа грязная. Ну где-нибудь вот там была ружина, еще что-то, и нужно прикладывать. И говорят, вот отек это снимает. Насколько верно? Не могу прокомментировать, не знаю. А сам не жарит? Она вот кусает. А сажалит? А не знаете, какая большая боль страшная? Давайте разберемся, что такое, говорят, пчела укусила, кусает ротовым аппаратом. Жалят в противоположном конце. То есть когда вот... А са бывает кусает грызет уже, да? Точно. А са бывает грызет. То есть они, например, могут деревяшку прогрызть, и, соответственно, они также вот кусают. Ну, конечно, это достаточно неприятно, но не критично. А когда она вот ужалит, это ужалит. При этом у осы многоразовое жало, у пчелы одноразовое. Вот. Поэтому алкоголь крепкий, приложили, все, все прошло. Ну, главное там, чтобы... Рядом вот, например, в пельсу или где-нибудь не может быть алкоголя. Вот это... А у меня на пасеке есть? Ну, на пасеке. А вот осада ведь, она не обязательно на пасеке. И вот мне посоветовали это, и мне помогло. Ну, промыть водой. А, бессмысленно. Нет, вода растворяет яд. Да. Конечно, холодная вода самотирает. Опухоль, во-первых, не будет, и вода растворяет яд. Если сразу воду, если ничего другого нет. Холодную речку. Скажите, а меня ни разу пчела не кусали на всякие осы многократно, да? Ничего не делал, сам опыста проходил. Вот. Насчет состояния здоровья зависит? Говорят, если пчела укусит, она какой-то фермент оставляет, и другие начинают атаковать. Чтобы этого не произошло, у вас хотя бы слюной. Чтобы атаки больше не было с других пчел. А, да, есть такой момент, когда пчелы жалят. То есть она жалила, и сама вокруг, сужала оторвалась, она вокруг летает, создаёт панику. А вот это вот, это же пахнет, другие пчелы. У пчел очень хорошее обоняние. Оно там в 10 раз лучше, чем собачье. И если, например, вы сошли на пасеку, ну там, с запахом вчерашнего алкоголя. Если у вас... Нечистое тело. Нечистое тело, да. Если у вас косметика... Сладкие духи. Резкие запахи, да. Вот вы в зоне риска. Потом, что еще пчелы не любят? Они очень не любят медведей. Вот такое черное, лохматое вот что-то. Вот еще, например, в какой-то кофте вы зашли в такой... Ну, сто пудов у вас примут с медведем, и тут же вам сделают инъекции. Поэтому, то есть пришли, если собираетесь идти на пасеку, вы, во-первых, пообщались с пчеловодом. Можно туда зайти, не можно. Если вдруг вы где-то оказались совершенно случайно и вокруг пчелы, она у вас такая вот одежда. Как и народное тело. Да, да, да. Они такие, ага, медведь, и все. Одна ужалила, следующее унюхали, следующее, следующее, следующее. Ну и только вот уходить тихонечко, тихонечко, тихонечко. Как в мультике бежать прежде? Чонок много ведет пчел, он не кусает. Да, если вот просто рядом, они не могут атаковать. Вот подходишь, например, где-то ручеек, рядом пасека стоит, вот прям около щека, вот так вот все бьется. Человек в июле. Живой пример. Мы сидим на басеке. В шортах, тапочках, футболках, ну вот чуть вдалеке от улиц, ну метров может быть там 5-10. Звоню, Саша, привет, привет, вы где? А мы вот тут вот, там, не знаю, 500 метров. О, сейчас я к вам приду. Я надеваю, сейчас я покажу. Это вот рабочий инструмент пчеловодный, называется пчеловодная рубаха. У них всегда казалось, а как их там вот одеты? Надеваешь? Спокойно. Она белая. Она гладкая. У нее есть вот тут такое кольцо вшитое. Шляпа. Чтоб соединить, да? Да, шляпа резинная. То есть мы надеваем ее. Собственно, вот все, вот так вот на пасеки ходишь. То есть я иду к Саше, я надеваю броню, надеваю штаны, заправляю это все дело в берцы. Думаю, взять с собой перчатки или не взять? Чужую пасеку, да, получается? Да, пошел на чужую пасеку. Все, оделся. Подхожу 100 метров. Мне уже такие джу-джу-джу-джу-джу. Захожу на пасеку. Они сидят, палатка сельчатая. Они в этой палатке в шапках сидят, вот так пьют чай. Как пчеловоды на агрессивной пасеке пьют чай. Вот так. Здорово. А если холодные, то вот так. Вот вам пчелы. На моей пасеке, то есть я хожу вполне себе спокойно и свободно. На другой пасеке, там другая порода пчел. Средневая узкая, там еще какая-то. Они могут быть злобливыми. Это у них один из признаков. То есть они там, например, проливые, злобливые. Метанозные, они хорошо что-то. Он опять злобливый пчел. Я тоже. Он говорит, не злобливая не надо, я их злобляю. Я хочу получать удовольствие от работы на пасеке. А когда приходится вот как, ну что, перчатки, замотал скотчем, там в берцы. Двойные штаны, потому что джинсы они тоже пробивают на лето. 30 градусов. Некомфортно. Я так не люблю. Поэтому слабливых. Ну хотя, говорят, они... Больше меда, да? Больше меда приносят, да. Но это не точно. Как стать пчеловодом? Вы говорите, хочу стать пчеловодом. Вот у меня есть какая-то мечта, я вот хочу. Окей, поставили ловушку. Почитали в интернете, как это делается. Я тоже делаю ловушки. Если вдруг вам интересно будет, вы можете у меня приобрести. Полностью готовый комплект. Поставили себе в огороде. Может быть, прилетит по дороге. И вы будете пчеловодом. За недорого. У меня... Матку купить? Чего там? А ну, купил нотку и чего? А остальных? Надо же пчел туда, к матке. Матка стоит, например, плотная, хорошая. Ну, это F0. Это, если прям сортовая, такая, искусственное осеменение. Можно купить за тысячу рублей. Купить матку. И там будет пяток пчел. Но надо посадить уже в какой-то отводок семью. То есть, все равно нужно где-то каких-то пчел не уметь. Можно взять, купить небольшую семейку. Купил. Она... Семья стоит, например... Ну, хорошая семья стоит, там, где-то 6-7-8 тысяч. В зависимости от силы, в зависимости от того, насколько она хороша. Какой-нибудь маленький отводочек, может там, ну, 3-4-5 тысячи. Тоже деньги, в принципе, небольшие. Ну, я когда начинал, мне было, во-первых, жалко денег, во-вторых, был спортивный интерес, а в-третьих, ну, и как-то вот, ну, все сложилось. Поставил ловушку, причем мы поймались, и я с тех пор вот этим делами занимаюсь. Можно, например, купить две семейки, поставить всегда в огороде, и просто ходить, смотреть, так, летают здорово. Можно в это дело углубиться, взять, там, десяток ульев, и начать с ними развлекаться, работать, там, получать какой-то мед. Можно уже после этого завести какую-то пасемку более-менее такую приличную, 20-30 ульев, там, 50, никто вас не осудит, если это вам нравится, приносит вам удовольствие и финансовую тоже поддержку. Поэтому размер пасеки и пчеловодство – это вот такой, варьируемый элемент. Можно быть пчеловодом выходного дня. То есть я вот, например, работаю, у меня есть основное место работы, готов проконсультировать и запросто расскажу, поделюсь, не жалко. Тот пчеловод, который как-то вот так таит, такой, а, вот это скажу, вот это не скажу, таких не очень уважают, не очень их любят. А те, которые делятся информацией, те, во-первых, привлекают людей, то есть пчеловодство – это, я считаю, хорошее дело, и чем больше будет пчеловодов, тем будет лучше, и вокруг, и жизнь будет лучше, и слаще. Во-вторых, если будет много людей заниматься этим хорошим делом, ну, это же увлечение такое, киняющее. То есть производство продуктов в Италии? Да, сельское хозяйство – это тема. А позитив – он сам по себе благородное дело? Да. Ну, конечно, там приходится и поработать, там… Понятно. Таскаешь, там, тяжело. У меня есть и ездили на мостные места, да? Да, конечно, волны, пожалуйста, липы. Ну, надо знать просто, когда туда выезжать, надо, чтобы семья была готовая. А так, у меня приятель, он… сад у него за Динамо, там, за Поликарповским прудом. И, в принципе, у него пчелы долетают до Тургая Экскалипы. А сколько? 5 километров? Радиус рабочего лета где-то 2 километра. То есть они вот товарный мед приносят вот с 2 километров. Улетать они могут дальше, но они там съедят больше, чем привезут. Поэтому, ну, чем ближе к медоносам, тем естественнее. Чем будет у них выше сбор, тем целесообразнее будут летать. На этом, дорогие друзья, завершаем сегодняшнюю встречу. А всем вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях в Центральной городской библиотеке имени Юрия Николаевича Лебединского был пчеловод Виталий Селиванов. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует... Спасибо.